Итак, добрый день, друзья. У тебя не получится это отключить, поэтому не заморачивайся, ничего страшного. Итак, мы продолжаем. У нас сегодня второй день онлайн-воркшопа «Начнее все начнется». И второе занятие. Два-два, там как у нас по нумерологии, волшебные цифры двойки. И сейчас будет мастер-класс проводить Наталья Шевшукова, астрополуч, игропрактик. Ну вот к нам присоединяются еще и еще наши участники. Если вы немножечко задержались, ничего страшного, вот запись. И будьте все внимательны, потому что если вы хотите увеличение денежного потока, то сегодняшняя тема точно для вас. Наташ, отдаю тебя нашим участникам. Даю самое дорогое, что у меня есть, это выпускник моего курса из Бреда в Бред. Наташа, выпускница седьмого потока. И предоставляю слово. Можешь немножечко рассказать про себя, чем ты занимаешься. Ну и пока будешь рассказывать, подойдут еще участники. Всем добрый день, я рада всех видеть, кто присутствует, кто бы смотрит эти записи. Меня расход шевшукова Наталья, я астрополуч. Начала называть после курса Ольги из Бреда в Брэнд. Курс классный, то есть после него я начала раскрываться, начала действовать, начала двигаться дальше, начала себе заявлять. Ранее это было вообще сейчас очень сложно все сделать. В жизни я специалист по недвижимости. Что такое деньги, даже такое энергия, это мне известно. Но тогда я ушла в немного другое рост, другое направление, в астрологию, мумерологию, в игры, с картами, это все немного по-другому, и мне необходимо было перестроиться, складываться на ее благоприятным образом. Чем же я занимаюсь? У меня очень многие спрашивают, кто такой астрополуч. Кто такой астролог знает, кто такой коуч знает, а кто такой астрополуч, об этом знают немногие. Итак, немного расскажу. Смотрите, я помогаю своим клиентам, в основном это женщины, женщины возраста, где-то от 35 до 45 лет, ну плюс-минус с небольшим запасом, найти свой гармоничный путь развития. Когда они уже не знают, чем заниматься, что происходит в их жизни, они приходят ко мне без разницы. Они приходят либо на коуч сессию, и мы начинаем сработать, включаем рассмотрение астрологической карты, смотрим их на тайную карту, смотрим, благоприятный ли период сейчас именно заниматься их развитием. Может быть, необходимо подождать полгода, год, и тогда все события будут развиваться более благоприятным для них образом. И так даже и наоборот, когда они приходят на астрологическую консультацию, например, на годовой прогноз, что я очень люблю делать, спрашивают у меня, а чем же мне заняться? Я им предлагаю, давайте попробуем сделать коуч-сессию, установочную коуч-сессию, и посмотрим, чем вам будет нравиться заниматься, что вы думаете. И вот это взаимодействие клиентов, между мной и клиентами продолжается. То есть я рассматриваю всю совокупность, принимая знания астрологии и принимая знания коучинга. Это мне очень помогает, помогает даже самой, так как я постоянно слежу за прогнозами по натальной карте, и я понимаю, что впереди не очень благоприятные дни, не очень благоприятный период, а значит, я начинаю заниматься более какой-то легкой работой, той, которая мне давно известна, той, которой я занимаюсь очень давно, и могу делать это уже не напрягаясь, не добавляя какую-то свою терапевтическую мощь. А вообще, я думаю, каждый из вас известно, что если мы не наполнены энергией, если у нас ее нет, то мы не можем привлечь к себе одних клиентов, не можем передать эту энергию всем окружающим, а значит, заявить о себе. Вот немножко чуть позже я вам сейчас покажу, как мы рассчитываем свой энергетический код. Это так интересно, очень легко это делается. Вы научитесь делать для себя, сделайте для своих родственников. Я вам отправлю только русский алфавит, то есть какая буква, под какой цифрой она обозначается. Все остальное уже отправлю, когда вы подпишетесь на мой канал. Чуть позже я ссылку в прошу, уже когда мастер-класс наш с вами закончится. Мне бы хотелось очень узнать, обращались ли вы к коучу, либо обращались ли вы к астрологу. С какими вопросами обычно вы обращаетесь? Так как это у нас фаршоп, мы с вами можем пообщаться. Если удобно, можете выйти с видео, если нет, то можно просто голосом. Давайте я скажу вам про каучей. Добрый день, Лариса, слушаю. Здравствуйте. Когда мы с вами вместе проходили курс, Ольгин, я говорила о том, что, ну, если вы помните, что я очень настороженно отношусь к каучам, потому что здесь, в Сочи, этих каучей, целая куча каучей, и все они ни о чем. Ну, вот по крайней мере, с теми, с кем я здесь встречалась, вот, не так дано. Я, ну, так получилось, что мы с Аней Платоновой заобщались, и она сделала вот свою, ну, мы с ней сделали ее практику, вот эта вот книга жизни называется, и она как кауч мне очень понравилась. Ну, и как бы, ну, мы продолжаем с ней общаться, сейчас немного там на паузе у нас стоит общение, потому что я собираюсь в поездку, но хочу вам сказать, что мое отношение и мое мнение поменялось, потому что не все кауча плохие. Ну, все кауча, как это, не все кауча одинаково полезные, но есть и полезные. Вот. Так что, ну, я, видите, с вами не общалась, я про вас не могу сказать, но вот Аня, Платонова, она большая молодец. Мне вот эти, вот. Супер. Кто-то еще хочет сказать? Кто-то работал мне с коучем, кто-то работал мне с астрологом, а кто-то работал ли с астроковичем? Еще такой вопрос. Нет, с астроковичем мы не работали. Ну, я, по крайней мере. Пока нет, да? Ну, я могу поделиться, потому что, когда мы познакомились с Жанной Ильичковой, она, конечно, называла себя астропсихологом. Я говорю, так, стоп, какой астропсихолог? Ты астрокович, потому что работаешь как в коучинговом формате и плюс астрология. То есть наше знакомство лет пять, наверное, назад, оно началось как раз вот с этой позиции. Оно немножко раньше началось, но вот как раз, когда мы стали смотреть направление ее личного бренда, это была первая позиция астрокоуч, а потом уже началось коуч-музы экстраординарных, а потом уже теневой коуч. Ну, то есть вот мы начинали с этого. Астрология плюс коучинг. То есть у меня был такой опыт. Круто. Что же я вообще, как взаимодействую с клиентами? То есть я использую разные методы. Это, во-первых, знания по натальной карте, то есть астрологические знания, знания коучинговые, то есть методики различные применяем. Далее я сама составляю марафоны и приглашаю вас на свои марафоны, которые я уже с удовольствием и успешно провожу. И также ее взаимодействие в виде трансфункционных игр. Всего у меня пять игр. Также есть игра основной инстинкт. И те, кто в Терми, я приглашаю на эту игру. Итак, давайте все-таки поговорим в энергетическом коде. Что это за код такой и для чего он нам с вами необходим? Уже написали вам, что необходимо приготовить ручку, приготовить бумагу. Мы будем с вами рассчитывать финансовый код двумя способами. Первый способ – это будет по фамилии, имени и отчеству. А второй способ – это будет по дате рождения. Давайте сейчас возьмем самый первый, самый более простой дате рождения. Свою дату рождения. Например, сегодняшнее число, да, берем 27.06.2023 год. Пишем все цифры. У нас должно быть с вами получиться восемь цифр. Что мы делаем? Наташа, можно, пожалуйста, еще раз посмотреть, В первую очередь, мы с вами должны сложить, пишем дату рождения. То есть, там даже, если присутствуют, у вас нули. Например, сегодняшнее число 27.06.2023. Сейчас мы с вами берем число. Например, число 27. 2 плюс 7. То есть, должны сложить и привести число к одной цифре. Если у вас 6, то вы сразу же пишите цифру 6. Если у вас число 11, 1 плюс 1 будет 2. Далее берем месяц рождения. И точно так же работаем с данным числом. Если 3 пишем просто 3. Если у нас 12, то есть, мы должны 1 прибавить в первенечке прибавить двоечку. Это будет 3. И у нас с вами должно получиться уже два числа. Сейчас мы с вами берем прибавляем все эти 4 цифры. У нас с вами получится двухзначное число. Скорее всего, у всех получается двухзначное число. Потому что если мы родились в 1987 году, например, то у нас очень большое получается число. Мы, например, у нас получилось с вами 35. Мы должны сейчас к тройке прибавить пятерку и получается 8. Опять приводим к одной цифре. Если у меня получилось 20, это 2 плюс 0? 2? Да, да, все верно. Это будет двоечка. посчитали, я думаю, уже год. Сейчас вот эти все три цифры, которые у нас с вами получились. Цифра, когда мы считали с вами число, цифра, когда считали месяц рождения, цифра, когда посчитали год рождения, мы должны с вами все сложить. то есть прибавляем три цифры. Если получается однозначное число, приводим его опять же к однозначному числу. У всех получилось? Наталья, здравствуйте, можно вопрос задать, я посчитала по дате сегодняшней двадцать седьмой я сложила все циферки, у меня получилось четыре, и по дате рождения получилось два. Верно, нет? Я дату сегодняшнюю взяла как пример. Вы только считаете по своей дате рождения. Все, у меня получилась одна цифра. Немного запутала, да, я? А, смотрите, сейчас мы с вами выписываем четыре цифры. Вот сделали мы с вами все расчеты и выписываем четыре цифры. Первая цифра это число рождения. Это цифра, которая получена с вами после сложения, да, число рождения. Вторая цифра это месяц рождения. Третья цифра это год рождения. И четвертая цифра это когда мы с вами сложили все три числа. У всех получилось четыре цифры. Мы должны расположить в порядке число, месяц, год и когда сложили все цифры. У нас с вами получается четырехзначное число. Это у нас с вами получился финансовый код по дате рождения. Сейчас мы с вами будем считать финансовый код по фамилии, имени и отчеству. Сейчас я в чат скину вам табличку, которая нам будет сейчас необходима для расчета. Она и получается у меня в таком видео уже сразу подготовлена. Все увидели русский алфавит. Мы с вами берем ту фамилию, которая у нас с вами сейчас. То есть мы были может быть до замужества была девичья фамилия, выходили замуж, разводились, снова выходили замуж. Берем ту фамилию, которую у нас с вами сейчас. Но начинаем рассчитывать свой финансовый код по фамилии, имя, отчеству с имени. Первым мы берем с вами имя. Например, мое имя Наталья. Буква М это шестерка, А единичка, Т это двойка, А это единичка и то далее. Вот сейчас вам дам время для того, чтобы вы комфортно и хорошо посчитали все свои вот эти данные. Имя, отчество и фамилия. И точно так же, как мы с вами считали по дате рождения, мы приводим к одной цифре. Всем понятно, как делаем? Если есть вопросы, задавайте. Пока рассчитываем имя, отчество и данные по фамилиям. дамы. Спасибо. 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 Здравствуйте, а можно вопрос? Да, здравствуйте, можно, конечно. Дело в том, что у меня отчество очень длинное, и обычно меня в жизни называют другим отчеством. Какое из них высчитывать? Которое в обычной жизни назвать или по документам? По документам. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Вам самое главное сейчас понять механизм, как мы это делаем, а потом вы уже дома комфортно можете в спокойной обстановке еще раз посчитать, себя проверить. Я посчитала, я не знаю, как девочки успели, нет, как вам по времени? Да я уже давно посчитала, сижу, жду. Может, дальше пойдем тогда? Хорошо, давайте дальше продолжим. У нас с вами получилось сейчас три цифры. Первая цифра – это имя. Вторая цифра – это отчество. Третья цифра – это фамилия. И вот сейчас эти три цифры мы должны с вами опять сложить. Наташа, а нам надо было все там, например, из пяти цифр, число, тоже все сложить, сложить, сложить. Я правильно понимаю? У нас же получилось там из шести, из десяти, из двенадцати букв. Но у вас, получается, по имени получилась одна цифра? Или вы не сложили, только записали? У меня пять цифр там. Вот то, что вы написали, да, он первый, у меня имя, Наталья. То есть это еще все сложить? Ольга, пять цифр, получается. Мы должны их сложить. А, все хорошо. Да, это все мы должны сложить и привести к одной цифре. Наташа, а как, например, у меня получается девятнадцать? Я складываю один плюс девять, опять получается ноль, что ли? Или один? Один плюс девять получается десять. Мы пишем единичку. А, все, спасибо. Точно так же сделаем мы с нами с отчеством и с фамилией. И вводим все к одной цифре. А пока вы там работаете, я вам покажу свою помощницу. Я сегодня не одна. У меня вот такая помощница пришла пару дней назад. Отсвечивать плохо видно вот такой ангелочек. Она будет сейчас моей помощницей при всех моих прямых эфирах. А есть у вас какие-то помощники или нет? Поделитесь, если кто уже посчитал и может об этом рассказать. Я посчитала, Наташ? Наверное, и посчитали уже участники. Как все дальние справились? Смотрите, сейчас у нас с вами три цифры. Значит, цифра имени, цифра отчества и цифра фамилии. Сейчас мы с вами должны адрес сложить. И получается цифра. Приводим к однозначному числу. В итоге у вас получилось четыре цифры. Это ваш финансовый код по фамилии, имени и отчеству. Думаю, у всех получилось, да, уже? Так, и сейчас немножко теория. Вот смотрите. Если мы финансовый код берем... Вот у нас с вами есть услуги. Они сколько-то стоят. Ваш финансовый код по дате рождения, например, получился 8. Цифра 8. И мы с вами должны ставить стоимость ваших услуг, например, 800 рублей, либо 8000. Либо 1700. То есть, смотрите, если мы с вами складываем, то получается вот цифра, которая получилась как финансовый код по дате рождения. Но когда мы с вами берем только финансовый код по дате рождения, он работает на 60%. Если берем отдельно финансовый код, код по фамилии, имени и отчеству, работает на 80%. А если мы сейчас с вами возьмем, посчитаем, вот приведем, у нас с вами получились цифры, окончательные цифры, когда мы с вами сложили финансовый код, четвертая цифра получилась. Понятно, о чем я говорю? Посмотрите, у нас был финансовый код по дате рождения. Число, месяц и год. Затем, когда мы с вами сложили, у нас получилась какая-то цифра. Вот ее для себя сейчас и выделите. И выпишите ниже всех своих расчетов. И выпишите вторую цифру, которая получилась, когда мы с вами прибавляли уже цифры по имени, фамилии и отчеству. То есть это четвертые цифры были у нас с вами при подсчетах. Если сейчас мы с вами вот эти две цифры опять же складываем, у нас получается еще одно число, еще одна цифра. Понятно? Что-то сильно запутано. Вот когда мы их с вами сложили... Подождите, смотрите. Вот есть общее число, которое по дате рождения. Вот подождите, вот я вам скажу, как я поняла. Общее число по дате рождения и общее число по имени, фамилии и отчеству. Правильно? Их сложить между собой и получить одну цифру. Их мы должны с вами сейчас. Правильно? Да-да-да. Потому что вот эта сумма двух вот этих... Да, все верно. Двух вот этих финансовых кодов, она работает на 100%. Какая цифра у вас получилась? Скажите, правильно я понимаю, если это общая цифра 8, да, то это может быть 800 или 1700, или 71, да? Да, все верно. Да. То есть мы сейчас должны с вами... Какие две суммы будет, да? Должна быть в сумме получиться число 8. Все верно. Да-да-да, все верно, правильно. Все верно, да. Благодарю. Может, конечно, еще сделать сложнее. Там уже сложно, естественно, поставить. Например, 9, 8, 7, да, 8. И когда мы с вами сосчитали, привели двузначное число, получилось, потом еще раз прибавили, и получается вот эта цифра, такую стоимость условий тоже можно ставить. Но высчитывать немного сложнее получается. А когда мы с вами получаем, то есть вот цифра 5, то есть мы можем сделать 1000, например, 13, да, может стоимость условий у нас быть. Я же не знаю, какие... Либо может быть 13 тысяч, может быть. Но вот у педагогов, которых я обучалась, и остеологии, и нумерологии, проходят всегда у нас заключительные занятия, где рассказывают, как себя продвигать и так далее, они всегда нам говорили, что стоимость услуг не должна заканчиваться цифрой ноль. То есть нулем лучше не нужно заканчиваться. То есть мы часто тоже встречаем, да, с вами, что стоимость услуг там 1599 рублей. И хорошо, когда идет по нарастающей. Посмотрите, 1599. А один, то есть единичка, пятерка, да, девятка и девятка, то есть стабилизация идет. Хорошо, когда идут цифры либо по нарастающей, либо они вот уже стабилизируются. Это тоже отмечают так, что, ну, это лучше. Стоимость услуг у нас с вами в таком виде. Во-первых, рассчитываем стоимость услуг, исходя из этой цифры, которую мы с вами получили. Ставим далее, там может быть пароль от телефона, если четырехзначный используем, например, что подожди, логин, когда мы с вами регистрируемся в соцсетях. Конечно, пин-код от банковской карты рекомендовали, да, как бы, но лучше, наверное, не использовать там. Потому что, ну, конечно, никто не знает, что мы с вами именно поставили вот этот энергетический код, но это уже на ваше усмотрение, конечно же. Далее, мы можем поискать купюры, которые заканчиваются вот именно вот такими цифрами по нашему финансовому коду. И если вы такую купюру нашли, то вы ее положите в свой кошелечек и пусть она у вас лежит талисманчиком. Далее, когда мы с вами получили вот эту среднюю цифру, уже, у меня цифра 2 получилась, ее можно вышить на платочке. Этот платочек носить себя с собой, как талисманчик. Кто-то делает карту желания каждый год. Точно так же вы можете вот это число как-то его там спрятать, завизуализировать и тоже пусть оно приносит вам удачу. Можно вообще самый простой способ написать на листочке эту цифру и положить себе опять плечик. Вообще, этот код должен работать постоянно. Чем больше мы с ним соприкасаемся, чем больше мы с ним работаем, тем он становится более эффективным и работает только на нас с вами. Но, вот посмотрите, пожалуйста, есть ли у кого-то финансовые коды, которые мы с вами рассчитали по дате растения и по фамилии, имени, отчеству, с разницей единичку. Есть такие или нет? Наташа, звук пропадал. Старайтесь что? Получилось у кого-то? Когда мы с вами посчитали, вот два кода получилось, да, код в первом случае, код во втором, вот эти цифры по дате рождения и по фамилии, имени, отчеству. Вот когда последние цифры у нас получались с вами, они у вас отличаются на сколько? Нет такого, что они отличаются на единичку? Если, например, у вас по фамилии, имени, отчеству получилась цифра 5, а по дате рождения получилось 6, то пятерку отдельно лучше не использовать. Либо мы в совокупности используем 5 плюс 6 это 11, либо это двойка у нас с вами окончательная цифра получилась, либо мы используем код там, где в совокупности получает больше. Такие еще в основном отличие идет по расчету. Девочки, извините, можно спросить, только у меня плохо слышно? Это у меня интернет или вообще Наталью плохо слышно? это у Наташи плохо интернет подвисает. А, и поэтому непонятно многих фразов. да, да, да. Ага. Так, что мне сделать? А сейчас как слышно меня? Ну, вообще время от времени получше, вот, но в целом часто пропадаете. А вот можно я оставлю комментарий? Я вот посчитала, у меня, я сложила фамилию, имя, отчество, вышла цифра 14. Я вот продаю платьишки, у меня средняя цена и оптом и в розницу 1400. Здесь я отгадала. И вот свадебное платье я продаю, если 14 сложить, 1 плюс 4 будет 5. И вот средняя цена на мои свадебные оптом это 5000. Вот у меня сошлось. И даже если дату рождения прибавить к финансовому коду, если сложить к пятерке, тоже 1400. И вот у меня в принципе вся моя жизнь крутится вокруг этих цифр. Классно. Видите, как получилось, что интуиция не подвела и уже так действуете. ну конечно, после того, как я увидела цифру захотелось 5 миллионов, конечно. Ну это же классно. Самое главное, что для себя поставить цель и двигаться к ней. Наталья, здравствуйте. То есть я понимаю, что с самой сильной цифрой это получается сумма последних цифр, сведенная до одной цифры, правильно? Вот у меня в первом 9, во втором 5, в результате 5 получается. Это мой самый сильный код. Все верно. То есть 5 со мной по жизни. Все хорошо. Да, все верно. Это ваш энергетический год. Елена, забавно, у меня тоже самое. У меня по фамилии и имя. Пятерка по дате рождения девятка и в сумме 14 в итоге 5. Прямо один. Вы какого года рождения? 64-го. А у меня 73-й. Видите, тоже как сложилось. Ну да, забавно. Главное. Вот там. Все, пятерка. Цифр очень много у нас получается. Какие еще вопросы есть? Как нам 5 миллионов? Да, 5 миллионов и нормальная цифра. Вполне даже на свадебных платьях грех не продавать. Наташа, я думаю, знаешь, какой закономерный вопрос? То есть, когда выходишь замуж или меняешь фамилию, соответственно, числа меняются, потому что фамилия меняется. Правильно? Конечно, да. Там же мы уходим уже в рот мужа и соответственно энергии меняются. Меняется все остальное. поэтому код по фамилии и имя отчества поменяется однозначно и поменяется же финансовый код уже общий. И там уже надо будет действовать по-другому. Также бывает, когда развод случился, берем свою другую, девичью фамилию, точно так же идут изменения. А можно как раз по этому поводу вопрос. Важно после развода менять фамилию? Ну, забирать свою фамилию девичью? После развода фамилию девичью важно менять? Возвращаться к ней? Это уже на ваше усмотрение. Это уже на ваше усмотрение, как вы себя чувствуете. кто-то меняет, кто-то оставляет, у кого-то есть дети и не хотят просто вот этой всей такой волокиты. Лен, я могу ответить, что все, если уже нет привязки к детям, то ничего. Лен, я могу ответить, что все, кто связываются со мной, обычно меняют фамилию, потому что, и тут дети вообще ни при чем, потому что, когда вы разводитесь, вас перестает питать энергию рода вашего мужа, но кармические отработки вы несете за себя и за его род, если остаетесь на его фамилии. А дети, они все равно являются его детьми, и это не про формальность. Формальность очень легко лишить. Сейчас у нас одно окно, заходишь и все меняешь. То есть я фамилию меняла, и многие девочки у меня меняли фамилию. Поэтому, если вы хотите жить легко, счастливо, не тащить на себе кармические задачи рода мужа, с которым развелись, то лучше поменять фамилию на девичью. А если вам легко жить с этой тяжестью, то, значит, можете не менять. А дети не причастливы. большое за дополнение такое, потому что у меня как раз стоит этот вопрос. И вы развеяли сомнения. Спасибо огромное. Я тоже хочу поделиться с вами вот по поводу фамилии. Я после развода тоже поменяла фамилию, взяла отцовскую, девичью фамилию. У меня просто было очень большое желание перейти к девичьей фамилии. И правильно Оля сказала, что не чувствуется подпитки, что ли, от рода бывшего мужа. Я это почувствовала на себе, можно сказать, и приняла верное решение. Наташа, прости, что мы на территории твоего мастер-класса забрались с фамилиями. Ничего страшного. Я пока переключилась, потому что ноутбук у меня барахлит. Вот, видишь, сейчас хорошо стало, сейчас нормальный звук. Ну вот я на телефон перешла сейчас, да. Но зато разобрались. Вопросы же, это же все равно по мастер-классу тут вопросы. Почему бы и нет? Спасибо, что наоборот помогли мне, пока я тут. Ой, все мы улетели, что происходит. Наташа, знаешь, у меня какой вопрос? Вот мне, например, очень, ну, как бы сказать, напряжно думать так долго. У меня 65, 25, 12, 69, то все. Вот я опять запомню, и ладно. Надо ли мне так заморачиваться? Вот конечная цифра и хватит. Может быть, так можно? Или вот все, эту штуку помнить? Что скажешь? Нет, только цифру последнюю надо уже помнить, и все. Остальные минуты уже. Это же мы один раз рассчитали, это остается. Фамилию менять не будете, рассчитывать в нот не нужно. А если надо будет посчитать, обращайтесь, я вам посчитаю. Но уже платно. Спасибо. Ох, как нам повезло. Кстати, Наташа, если вдруг наши участники захотят к тебе обратиться, может быть, астрологические консультации, там поучь сессия, где и как искать, так, чтобы было легко это сделать? Да, я сейчас после мастер-класса отставлю обязательно свои данные. Меня можно будет найти в ВКонтакте, но меня можно найти в Телеграм. В Телеграме есть свой Телеграм-канал, который я только-только начала вести. Но после вчерашнего выступления Олеси, я приняла решение, что я его буду развивать еще так, как у нас будет еще и сторис в ближайшее время, да, с июля, но однозначно Телеграм будет рулить. А пока в основном у меня идут все клиенты из ВКонтакта. А так, в Телеграм я приглашаю всех, там будет у нас очень полезная информация, то есть я отправляю астропрогнозы, там же можно задавать мне вопросы и созваниваться. В основном в Телеграм я веду свои все консультации, консультации в основном это у нас детские гороскопы, очень много сейчас запросов идет, тем более скоро уже будет снова 1 сентября и родители решают, куда отдать ребенка, в какую секцию, на какой кружок, а дальше по профориентации тоже, куда определить ребенка. И обожаю годовые прогнозы составлять. Также составляю конечно же и по месяцу могу посмотреть, если планируется какое-то событие, свадьбы либо еще что-то, подбираю удачные варианты дат. Ну а также приглашаю на свои коуч-сессии, на свои марафоны, во всем я пишу либо в телеграм-канале, либо ВКонтакте. Поэтому приглашаю всех. может быть кто-то хочет поделиться впечатлением, что вы про себя поняли, что обнаружили. А вот можно задать вопрос? Вот у нас уже у нескольких человек в фокусе пятерочка. А может быть есть какая-то расшифровка или характеристики или рекомендации к этой цифре? Здесь таких как рекомендаций особых не будет. Вообще если смотреть по-нумерологически, это надо разбирать полностью дату рождения. Тогда будет более полная информация. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Это же все индивидуально всегда. Точно так же, что по натальной карте у нас получается очень много людей рожденных например в один день даже в одном городе даже в одно время они находятся чуть ли не в одном роддоме. Судьбы разные, потому что один живет например по солнцу, другой живет по луне. У нас по карте натальной можно увидеть, что человек вроде бы может быть миллионером, а в итоге он живет чуть ли не за чертой бедности. То есть это все разное, это все зависит от наших желаний, от наших наверное каких-то стремлений, целей, от нашего состояния в первую очередь. У кого-то еще есть вопросы или пожелания? Я извиняюсь, что было так со связью, надеюсь, что было слышно и вы поняли, какой расчет и как нужно производить. Наташа, тогда, знаешь, возникает вот какой вопрос. Если в принципе, особенно коучинг говорит о том, что у нас есть все ресурсы для изменений, изменения неизбежны, у всех позитивные намерения, в общем, в принципе, звезда коучика Милтона Эриксона, тогда вот насколько может быть влияние звезд, цифр и вообще вот этого всего, если человек берет на себя авторскую позицию и сам управляет своей жизнью? Как ты думаешь, что ты можешь про это сказать, твоя точка зрения? Ну, у меня есть своя точка зрения, конечно же, то есть я наблюдала свой год после того, как я изучила курс прогностики и проанализировала свой прошлый год, и я поняла, что происходило и почему меня так хорошо где-то и жестко учила, можно так сказать. И сейчас я вижу вот эти периоды, которые будут, может быть, сложные, либо наоборот, периоды, которые для меня будут благоприятные и я их использую обязательно. То есть здесь тоже влияние есть. Очень много почему женщин приходят ко мне на консультации в возрасте 36-38 лет, это как раз такой период, когда мы начинаем искать себя. То есть период девятки, то есть девять, конечно, там у нас это мы не видим, затем у нас идет 18 лет, тогда, когда детки наши поступают куда-то, идет четкие такие прям хорошие изменения, далее 27 лет и так далее. Посмотрите у себя, видите ли вы такую закономерность, то есть я пришла как раз начала себя искать 36 лет, 37 лет и мне сейчас 45 и у меня опять пошел вот новый такой виток, новый виток развития. Поэтому за собой понаблюдайте. У нас есть периодичность каждой планеты и как раз мы под этим влиянием все-таки находимся. поэтому я говорю, когда приходит на годовой прогноз, я обозначаю периоды и говорю, что вот лучше сейчас действуем, либо наоборот пока накапливаем силы, накапливаем энергию, потихоньку начинаем себе заявлять, а затем уже прям вот стремительно начинаем действовать. Наталья, у меня такой вопрос, вот сейчас ты что-то осенила, мне сейчас в этом году 50 лет, мой код пятерка, то есть есть возможности наверное какие-то? Ну смотрите, больше у вас наверное будет так 45 плюс 9 это у нас 54. Если у вас пятерка, видите, мы это рассчитываем финансовый код сейчас рассчитали, это немножко другое будет, а там мы все-таки смотрим по планетам. Я поняла. И вот когда у нас этапы как бы такие этапы взросления так называемые, по формуле души смотрят, через 7 лет цикличность формы души, по астрологии смотрим 9, но есть и другие планеты, которые могут себе заявлять другой промежуток времени. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Ну что, вопросов больше нет? Будем завершать наш мастер-класс? Я благодарю всех, кто присутствовал, кто задавал вопросы, кто рассчитал с собой финансовый код. Надеюсь, вы будете его использовать в дальнейшем. Надеюсь, вы услышали, когда я говорила, что у меня было слышно в тот момент времени, когда мы используем, для чего мы его используем. То есть первым случаем это для расчета наших с вами услуг, стоимости услуг. А далее где-нибудь ее визуализируем, эту цифру, пишем на листочек, вышиваем на платочек и постоянно носим с собой. И достаем из монета, смотрим на него, как больше с ним, чем больше мы с ним взаимодействуем, тем он начинает лучше работать. Спасибо, Наташа. Это было очень ценно, очень интересно. Теперь пятерка будет прям моя-моя. Ребята, если у вас тоже пятерки, то forever приветствую, будем с вами такими отличными. У меня пятерка. Ну, представляете, вы все можете поделиться отзывом, порадоваться, что какая у вас теперь цифра и вы теперь знаете, или записать кружочек, и может быть даже Наташа вам за это что-нибудь, какой-нибудь презент сделает, кстати, о птичках, отзыв, обратную связь, или написать словами, что действительно вы заметили, какие-то закономерности. Я только из пятерок знаю, что мой любимый день был всегда пятница, в старые времена, когда я на работе работала. Сейчас уже все дни у меня, понедельники, пятницы, воскресенья, нет никакой разницы, вот это точно, что пятница был мой любимый день. Насчет пятерок не знаю, у меня сейчас 50 тысяч игры стоят, половину игр моих стоит, 50 тысяч стоит курс, стоил, потому что я каждый раз повышаю на 10 тысяч, и в сентябре будет дороже. Так что, видимо, какая-то закономерность есть, не иначе. Да, точно. А единственное, Наташа, смотри, ты сказала, что нельзя, чтобы первая цифра была, ну, чтобы первая, потом выше, выше, выше. А тут, получается, если стоит что-то 50 тысяч, это же 5, 0, 0, 0, 0. Это не есть хорошо, я правильно понимаю? Лучше ставить цифру последнюю, другую, не 0. А как она будет в сумме-то? В сумме должно быть пятёрка или как должно быть? Тогда в сумме, да, мы должны составить сложное число, и когда вот мы его прибавляем, у нас получается сначала двузначное число, 23 должно получиться, двузначное число, которое приводит, опять же, к пятёрке. Здесь немножко послужнее получается. Но рассчитать можно. Попридумаем, что-нибудь допридумаем. Это вам зарядка для ума называется. Точно. Так что, друзья, считаем, считаем. Причём, вы знаете, на курсе из бреда в бренд у меня есть отдельный прямо урок цена и ценность, и там вообще про такие цифры не говорю. Я говорю про ценообразование, то ли по себестоимости, то ли по рынку, то ли там по уровню, по целевой аудитории. Вот, а этого там нет. Надо, наверное, добавить. Иначе я на 15 минут клянусь ваше занятие. Точно. Надо это учесть на следующий курс. Кстати, друзья, следующий курс будет с осени, а летом только индивидуальное наставничество. Спасибо, Наташа, тебе огромное. Мы расстаёмся. И мы, конечно, ждём от вас отзывов, обратной связи, потому что, сами понимаете, все эксперты здесь сейчас работают безоплатно, а главное, ваша оплата, это ваша благодарность. И если вам заходят все эти знания, то, что вам здесь дают, а самое главное, не только знания, но ещё и практику, то, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы вы дали обратную связь в любом виде. Написали, наговорили, записали кружочек, что лучше всего, потому что лучше всего продвигать видео. Ну, и, конечно, ещё больше такая благодарность, если кто-то из вас подпишется на канал, обратитесь к эксперту, это действительно уже становится понятно, что мы тут не просто так эти четыре дня с вами. И мы встречаемся с вами, друзья, а вы сейчас можете отдохнуть полчасика, и в 13 часов московского времени у нас будет удивительный эксперт Телунс Маргарита, наставник выбора пути, очень полезный специалист, тогда, когда мы думаем, что-то, может быть, изменить в своей жизни. Во-первых, Маргарита работает как профориентолог, она помогает ребятам, молодым, находить путь, рекомендует родителям, куда лучше ребёнка отправить учиться. Во-первых. Во-вторых, конечно, к ней очень много приходит 30-летних, когда как раз наступает период смены, может быть, вида деятельности, смена своего жизненного курса, потому что Маргарита по-настоящему наставник выбора пути. И она придёт к нам в 13 часов московского времени. Отдыхайте полчасика и приходите снова. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok